Семья для ребенка – это среда, в которой складываются условия его физического, психического и эмоционального развития. Сплоченность, чувство защищенности, гордость за принадлежность к своей семье, ответственность – все это составляющие хорошей полноценности семьи. Должно быть доверие, но сказать, любить ребенка – каждый может любить его по-разному. Один будет осыпать его драгоценностями, другой будет его любить в душе. И просто говорите нежные, ласковые слова, мне кажется, нежность и ласка – это еще больший дар. Только в настоящей семье каждый ее член относится к остальным с любовью, уважением и доверием. К родителям с почитанием, к более слабому с готовностью помочь в любую минуту. Детей любят не за что-то, а вопреки. Такой климат способствует гармонии, снижению остроты возникающих конфликтов, снятию стрессовых состояний, повышению оценки собственной социальной значимости. И реализации личностного потенциала каждого члена семьи. Нет конкурентов у нас, нет никакого другого научного течения, никакого сравнения с тем, что дают нам или дали нам наши предки в этих разработках воспитания. То, что мы имеем от учений святых отцов, никогда не будет устаревшее или исчерпано. На мой взгляд, оно может немножко модифицироваться, учитывая время, учитывая современное существование молодежи. Что-то варьироваться будет. И, наверное, мы должны отходить, чтобы не испугать и молодежь, и родителей, которые имеют, особенно многодетные дети, должны отходить от такой строгой христианской традиции, чтобы не испугать. Нужно, придется, наверное, найти какое-то более мягкое слово, более либеральное, что ли, слово, более позволяющее свободу, потому что закона строгого и конкретного ребенок принять сейчас не может. Семейные традиции и обряды основываются на общественных, религиозных и исторических традициях. Они творчески преобразуются и дополняются собственными, поэтому они уникальны для каждой семьи.